всем большой привет такой вам будет статичный кадр но будет что порассматривать часто задаваем мне вопрос особенно в последние дни после нескольких моих постов инстаграм и на фб это про корни если я говорю что у меня есть такой пунктик на корнях мне надо нарастить бомбезную корневую и даже если растение красиво цветет у него пышные плотные листья нет проблем с тургором то есть корни работают как надо но их мало то есть на мой взгляд мало мне немножко некомфортно и мне надо нарастить их побольше и вот когда у меня полное ведро корней да все я счастлива и я принимаюсь уже за наращивание активной ботвы и вот после всего этого уже начинаю косо поглядывать на растение говорит что пора цвести если она еще не цветет но возвращаясь к корням ребятки это сложный вопрос и это очень комплексный вопрос и тут нету такого рецепта из серии там поставьте такой-то свет возьмите какие-то удобрения и вперед тут все немножко сложнее свет очень важен для корневой многие кто ставили свет хороший замечали что корни начинают расти гораздо лучше гораздо активнее так я вам буду еще по ходу событий показывать корешки моих прелестей кто у меня в посадке уже не вчера то есть кто действительно нарастил корни тут видно хорошо вот так вот как корни именно по краю субстрата и вот он растущий как они обвивали что это корни которые наросли у меня вот этот корешочек тоже вот смотрите растущие то есть то не то что он приехал такой красавец и я тут вам показываю так так вот продолжаем свет очень важен плюс свет важен как бы косвенно тем что все-таки свет это фотосинтез и это один из основных процессов в нашей орхидее и это производство той же глюкозы а еще есть теневой процесс который тоже крайне важен и все это производит нужные вещества стимулирует рост ну без этого никак и это очень важно и конечно же это влияет на корневую потому что не будет фотосинтеза вообще ничего не будет в нашей орхидее ничего не будет расти и конечно же чем лучше фотосинтез тем лучше нарастает в ней все кроме света еще очень важно ах неудобно показывать запотел стаканчик очень важны действительно удобрения потому что это все-таки питательные вещества которые поступают нашу орхидею это часть веществ которые кирпичики из которых все строится и часть вещь веществ это те которые запускают нужные процессы в нашей орхидее которые уже толкают ее употреблять какой-то элемент вырабатывать какой-то фермент производить какое-то нужное действие так а и также есть элементы которые непосредственно влияют на нашу орхидею так тут я беру свою шпаргалочку сейчас я вам покажу это вот моя книжка с таблицами которую я недавно выпустила вот я по ней смотрю чтобы долго не мучиться и вот например фосфор да тот что входит стандартно в набор нпк тот чтобы в этом наборе букв вот фосфор непосредственно влияет на наш с вами корневую корневую нашей орхидеи она стимулирует рост и ветвление этой корневой то есть она делает ее более пышный также кальций так улучшает развитие корневой кроме этого вот кстати тут по ходу событий магний он улучшает водный баланс внутри растения что тоже очень хорошо сказывается и на росте и на образовании корней и на всем остальном медь улучшает фотосинтез так это я отвлекалась и кстати умеют участвует дыхание орхидеи поэтому когда вы берете удобрение покупаете обращайте внимание чтобы это было не просто нпк но там еще были другие нутриенты потому что они очень важны они нужны в очень маленьких количествах то есть не надо кидаться и засыпать орхидею медью но они там все-таки должны присутствовать и они очень помогают наши орхидеи так смотрим дальше что у меня тут есть что непосредственно влияет на корневую вот есть тут улучшает поступление кислорода в растительные ткани особенно корни это бор он очень важен и он кстати регулирует построение углеводов что тоже очень важно что все крайне важно для орхидеи на самом деле так улучшает корневую систему еще кремний и сера сера улучшает работу корневой системы благодаря чему появля повышается эффективность вашего удобрения вообще вашего полива и всего то есть вот такие до сера кремний бор и непосредственно у нас тут был фосфор и кальций вот это те которые непосредственно влияют на корни и честно говоря все остальные элементы они косвенно но тоже влияют поэтому надо пользоваться хорошим комплексным удобрением что помогает вот это вот все наращивать кстати у меня есть вот такой товарищ пришел с не очень тургора мы очень бедный корневой и вот эти вот жирняв чеки видите это наросло у меня и вот и вон там новый и как бы так чтобы не выпала кора в общем ведь это все растет заплетает горшок он восстанавливается и уже какой вот замечательный лист пошел до он вырос меньше чем все предыдущие потому что опять-таки была проблема с тургором была проблема с корнями и растения да вот таким вот методом реагирует методом не методом способом и вот смотрите видите вот этот листик вырос гораздо уже этот уже пошире побольше то есть растение начала восстанавливаться но перед этим дала ей возможность нарастить классную корневую и вы уже с этой классной корневой будет потихоньку все остальное корневая не мега бомбезная но с учетом того что ее почти не было она сейчас реально классная так и вот у меня и он снаружи вот это кстати по засыхали это старые корешочки а вот это он там он два новых вообще вылазит вот разрастается пока ходила запотела все запотела не показать теперь хорошо вот тут прям много много корней это же ведь они в горшке все растущие все толстенькие все хорошенькие вот смотрите какой классный вот так что я знаю о чем говорю могу себе позволить чуть порассказывать и возвращаясь к удобрениям кроме обычных удобрений вот этого всего конечно же чего уж греха таить я пользуюсь стимуляторами корнеобразования не без этого тут я вам честно скажу тоже я бы не сказала что вот это самый крутой берите только его нет они разные они рабочие все действенные главное правильно вносить и не злоупотреблять вот самое основное то главное не злоупотреблять и внесение удобрений тоже очень важно делать вот вовремя то есть когда это нужно если у вас орхидея сама по себе активно растит корни то не надо еще сверху докидывать стимулятором вот честно да если у вас растение спит или занято сейчас другим каким-то процессом тоже не надо в него там стимуляторы заливать активно то есть с умом подходите к этому с умом я даю не часто и это не прям такой знаете мега жесткий стимулятор корнеобразования это growth technology root fuse называется можете посмотреть почитать я кстати в описании внизу посмотрите оставлю наверное список всех удобрений которыми я пользуюсь и заодно напишу у кого я что из этого беру вот так вот а все-таки возвращаясь к удобрениям основное что получают мои растения это хорошая комплексная нпк с перечнем собственно других нужных элементов получают отдельно кальций магний обязательно и у меня есть витаминный комплекс и иногда я даю орхидеям этот root fuse который помогает он и стимулятор как бы считается корнеобразование но он также помогает это у корневую наращивать лучше и больше вот скажем так но много поговорила уделила времени непосредственно удобрениям но самый ключевой фактор оставила на потом напоследок самый ключевой фактор для выращивания классной корневой действительно хорошие тут тоже покажу да и поддержание потому что пол дела заставить орхидею как бы дать корни да там нарастить но и же надо еще и не угробить и сохранять их смотрите какой растущий красавчик сохранять их многие многие годы а чтобы их сохранять нужно правильно поливать и вот ребят как бы не крутили кто но адекватный полив это самое главное наращивание корневой вы можете давать любые самые крутые удобрения самый крутой свет все самое лучшее но если вы косячите с поливом у вас не будет хороший корневой у вас она будет или гнить и как бы все ваши старания впустую или засыхать и опять-таки все ваши старания впустую и то и то плохо поэтому на самом деле вот основное это действительно нащупать именно в своих условиях классный полив потому что я вам не могу сказать вам надо поливать вот так и будет вам счастье это зависит от того насколько у вас жарко или прохладно насколько у вас высокая линии низкая влажность это зависит от того какой субстрат вы выбрали это зависит от того какой горшок вы выбрали это зависит опять таки от того насколько не просто какое качество субстрата вы взяли но какая там фракция этого субстрата насколько он плотно упаковка потому что одно дело до посадка в коруну в кору в коруну кора бывает очень мелкая очень крупная я вот сажаю смотрите видите ки у меня внизу огромные воздушные карманища то есть я не напихиваю вот и у меня вверху более плотненько лежит а внизу я себе позволяю вот такие дырищи и это позволяет моим орхидеям более равномерно просыхать то есть нет такого момента что вверху уже сухо-сухо надо поливать а внизу мокро-мокро поливать нельзя и вот это вот все то как вы подстроите полив это даст вашим орхидеям классную корневую наверное единственное такое правило не правило но в мое наблюдение его подтверждают очень многие это то что орхидею надо поливать обильно то есть за полив орхидея должна напиться действительно вот вдоволь напиться классно очень обильно как говорит хебат нот у него шикарные орхидеи шикарнейший корневой вот правда поливай свои орхи как будто ты мусон вот правда как мусонные дожди просто в полощи свои орхидеи во время полива но при этом вам надо так подобрать субстрат и ваши условия все вот это так скорректировать чтобы потом после такого обильного полива ваша орхидея не стояла две-три недели мокрой то есть она должна просохнуть и достаточно быстро то есть чтобы у вас там не успела привет грибы гниение бактерии все вот это вот прелесть чтобы субстрат не разлагался безумно быстро не превращался в мочалку не разрушался если у вас органический субстрата то вот надо суметь вот это сбалансировать возможно как-то сделать смесь субстрата на дно положить неорганический инертный субстрат который не будет разлагаться в перемешку с органикой без органики или наоборот вверх добавить не знаю тот же мог все-таки я слова юлька сказала про бог да то есть вариантов много но только вы чувствуете знаете свои условия и видите как в ваших условиях такая посадка себя ведет и вы можете ее подкорректировать и вот я вам честно скажу когда у вас регулируется классный правильный полив и вы поймете вот что нужно орхидея тогда вот с любым светом и с любыми удобрениями но корни у вас пойдут правда честно и вот я вам это обещаю и такое небольшое от меня такой мой секретик не знаю я очень долго смотрела на горшки чтобы понять когда поливать и вот этот вот конденсат меня крайне всегда смущал и вот я из-за этого большой слушать потому что я боюсь залить а потом в какой-то момент когда вот их стало действительно много они у меня стали стоять в тепличке и ты не будешь доставать каждый горшок и смотреть есть там конденсат нет и я они у меня стоят в общих лотках там то есть я не могу поливать каждую отдельно это накладно я научилась регулировать полив глядя на листья вот у фаленопсисов это работает вообще сто процентов то есть ты смотришь на состояние листьев если ты видишь что листья грустные такие уже мягенькие становятся не плотные опять-таки тут мы помним что есть такие орхидеи как гигантей у которых более мягкий лист есть орхидеи как тот же доритис пульхерима у которой очень жесткий лист мы это помним поэтому делаем небольшую скидку на это но вот вы видите что листья грустнее значит пора поливать тут вы заглядываете в горшок и если видите что в горшке мокро это вам такая большая подсказка что ваша посадка под ваши условия не подходит вам надо менять посадку и вот когда вы увидите что вот вас плотные листья горшок сухой вы поливаете со своим ритмом классно им классно они не грустят это вот вы нащупали вы нащупали тот полив который вам нужен вот так вот ну что ж на этом я буду заканчивать напоминаю в описании будут ссылочки и будет информация по поводу того какие я удобрения использую где я их беру если кому-то надо кто не знает где купить хочет купить такое и там же ссылочки на мои соцсети информация про книжку очень все 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 там заглядывайте ставьте лайки делитесь этим видео подписывайтесь на канал и всем огромнейшее спасибо за просмотр солнечных дней пышных цветений пока пока